Не пытайтесь превращать жизнь в формулы, идеалы или идеологии. Не существует замены вовлеченности. Говорю вам, делайте что угодно. Те, кто гонится за просветлением, рассадьтесь немного. В различных аспектах, будь то деловые переговоры, брак, воспитание детей или же в вопросах карьеры, как определить, что будет работать правильно? Вы женаты и хотите знать, что работает правильно? Вы должны быть как Бог. Молчаливым партнером. Тогда это будет работать. Так же, как Бог. Кто бы что ни делал, никогда ни во что не вмешивайтесь. Каждое утро самые разные идиоты будут указывать вам, что сегодня вам следует делать. Просто слушайте. так же, как делает Бог. Тогда брачные отношения будут работать как надо. То же самое может не сработать в вашей профессиональной деятельности. Вы неправильно это понимаете. Вы пытаетесь превратить это в систему ценностей, философию. Я буду делать только то, что работает. Вы дали себе такой обет. Я буду делать только то, что работает. Но вы не знаете, что работает. Потому что это знание приходит не с принятием обета или следованием заповеди, а с постоянным наблюдением и эволюцией того, кем вы являетесь. Не так ли? То, что вы 10 лет назад делали неумело, сейчас вы можете делать с легкостью, не так ли? Либо же раньше у вас получилось сделать что-то хорошо, а сейчас вы стали более неуклюжи. Неважно, в какую сторону вы эволюционировали. Так что работает не какая-то формула. Вся человеческая эволюция в том, чтобы прийти к тому, что работает на всех уровнях жизни. А вы как будто выпали прямиком из книги по саморазвитию. Нет, я не книга по саморазвитию. Делайте то, что работает. Делайте, что хотите. Мне-то что? Но какой смысл делать то, что не работает? Да? Я не говорю вам делать только то, что работает. Делайте, что хотите. Но ваша жизнь — ограниченный отрезок времени. Зачем делать то, что не работает? Не так ли? Для вас, либо для окружающих. Если это не работает ни для вас, ни для окружающих, какой смысл это делать? Однажды солдаты, американские солдаты, заступали на караул. Один из них говорит другому. Знаешь, жену Стива? Она прочитала «Три мушкетера», и у нее родились стройняшки. Тот отвечает, «О боже, моя жена читает «Рождение нации». «Что мне делать?» Так это не работает. Так что не превращайте это в моральное учение или философию. Я буду делать только то, что работает. Чтобы понять, что работает, требуется много внимания даже к самым маленьким деталям, не так ли? Да? Чтобы сделать что-то элементарное, например, точно подать мяч. Знаете, что для этого требуется? У кого-то получается сделать удачный пас, и тут же весь мир начинает поклоняться этому человеку. Только потому, что тот смог ударить по мячу? Да или нет? Потому что люди понимают, что для этого требуется. Ему поклоняются не из-за его способности ударить по мячу, а из-за того, что люди понимают, сколько работа была проделана. Не так ли? Люди знают, сколько потребовалось усилий, чтобы сделать такой удар. Была вложена целая жизнь. Так что не делайте из всего философские и нравственные учения. И не провозглашайте, «Я буду делать только то, что работает». Это хорошее правило. Но вы не знаете, что работает. Так что нет. Необходимо быть осознанным и вовлекать себя в каждую мелочь. Поймите одно только это. Не нужно решать, что важно, а что не важно. Я был на встрече Rally for Rivers перед тем, как приехать сюда, в Нью-Дели. В заседании также принимали участие представители конфедерации индийской промышленности. Они хотели понять, как в ней можно участвовать, потому что люди начинают постепенно осознавать масштаб разворачивающейся компании. Все хотят быть частью этого движения. У нас есть административный совет. В него входит глава Всемирного фонда дикой природы, лучшие эксперты по вопросам воды, директора фермерских производственных организаций, судья Верховного суда. Это собрание со множеством высокопоставленных лиц. Когда обсуждался проект «Зов Кавери», на каждый вопрос, который возникал у экспертов, я спокойно мог им ответить. Они спросили, «Садгуру, откуда вы все это знаете?» Я ответил, «С раннего детства я бродил повсюду безо всякой причины». По джунглям, по лесам, вдоль рек. При этом я был предельно внимательным ко всему. К каждому растению, насекомому, в воздухе, влаге, ко всему. То, что было бессмысленным блажданием, сегодня стало внушительными знаниями, которых не найдешь ни в одной книге. Впервые кто-то говорит с глубоким пониманием, а не просто цитирует научное пособие. «Ребенкам и подросткам я бесцельно бродил повсюду». Даже если у вас нет целей, вы не можете жить, не уделяя внимания. Не так ли? Да? Сделайте следующее. Не разделяйте ничего на важное и неважное. Если вы будете уделять одинаковое внимание всему, то поймете, что правильное действие — это естественный процесс. Но вы уже для себя решили, что является важным, а что нет. Как вы сможете выявить, какое действие станет правильным? Вы закрываете глаза на половину этого мира, поскольку считаете ее неважной. Вы смотрите на кого-то внимательно, только если они представляют для вас интерес. Я же смотрел на все. Абсолютно. На каждую жизнь. Каждую мелочь. Камешек. Каждую деталь, которую замечал на Земле, в атмосфере. На все. Не для изучения, а просто обладая зрением и определенной продолжительностью концентрации внимания. Я обращал внимание на все. Сегодня говорят, что это нечто феноменальное. В ответ я лишь смеюсь и говорю, я просто бесцельно ходил, все думали, что я бездельник. Сейчас же это бесцельное облуждание окупается с лихвой. Потому что неважно, что вы делаете, что-то малозначительное или грандиозное, если вы абсолютно вовлечены, абсолютно, то сможете определить, какое действие будет правильным. Вы пытаетесь жить без вовлеченности. Поэтому вам необходима мораль, идеалы, идеологии, ценности, нравственность, заповеди. Потому что вы пытаетесь жить без вовлеченности. Вы хотите готовую формулу. Какое действие будет верным? Не делай того, не делай этого. Скажите, стал ли мир лучше от этого? Каждый школьник знает, что является правильным. Но сработало ли это? Это не сработало. Потому что вы думаете, что вовлеченность можно чем-то заменить. Ничто не заменит вовлеченности. Там, где нет вовлеченности, нет и жизни. Поэтому не пытайтесь создавать из жизни формулы, идеалы, идеологии. Все, что нужно для жизни, это абсолютная вовлеченность. Без разделения. Не деля на то, кто есть кто, что есть что. Просто абсолютная вовлеченность во все, с чем вы сейчас соприкасаетесь. Если вы сделаете одну эту вещь, то в соответствии с вашим уровнем интеллекта природа раскроется для вас. Тогда вы будете понимать, какое действие лучше всего предпринять. Разумеется, с вашей позиции. Возьмем человека с определенными возможностями. То, что он сделает в конкретной ситуации, может не совпадать с тем, что является правильным для вас. Не так ли? Вы должны знать, какое действие будет правильно именно для вас в определенной ситуации. Вы не сможете сделать то, что сможет он. Вы должны делать то, что можете в соответствии со своими способностями. Это и будет являться правильным действием для вас. Не пытайтесь делать что-то так, как это делают другие. Проблемы начинают появляться, когда вы принимаете решение, какое же действие считать верным. Готового решения не существует. Вовлеченность. Не существует замены для вовлеченности. Где нет вовлеченности, там нет и жизни. Пусть 2019 год будет годом абсолютной вовлеченности, потому что если вы хотите ощутить эту жизнь, то вовлеченность вам необходима. Что бы вы ни делали, будете ли вы это делать с полной вовлеченностью в ближайшие месяцы? Видите ли? Я очень добрый гуру. Я очень хороший гуру. Потому что я не говорю вам, нужно делать вот так. Обычно все вам говорят, делайте так. Я говорю вам, делайте что хотите, но делайте это хорошо. И это невозможно без вовлеченности. Не так ли? Да? Мелочи и грандиозные дела. Будете их делать с полной вовлеченностью. Вы просыпаетесь утром. Полная вовлеченность. Чистите зубы. Полная вовлеченность. Испражняйтесь. Полная вовлеченность. Едите. Полная вовлеченность. Делайте шамбови. Полная вовлеченность. Что бы вы ни делали, не разделяйте это на важное и неважное. Когда я сказал, испражняйтесь, вы засмеялись. Хорошо тогда, не делайте этого. Если вы считаете, что это неважно или грязно, тогда не нужно этого делать. Не проводите различия, называя что-то непристойным, а что-то священным. Ключ в том, что вовлеченность также означает и непредвзятое принятие. Когда вы говорите, что что-то является священным, а что-то грязным, сможете ли вы быть вовлечены в грязное? Сможете? У вас будет запор. Да, так ничего не будет работать. Поэтому 2019 год абсолютной неизбирательной вовлеченности. Не безразборной деятельности, безразборной вовлеченности. Вы можете смотреть на сорняк с такой же вовлеченностью, с какой вы смотрите на вашего ребенка. Это все, что вам нужно сделать. Привнесите в свою жизнь такую вовлеченность, непредвзятую, абсолютную вовлеченность. Вы увидите, жизнь расцветет чудесным образом. В 2019 году вы должны расцвести. Те, кто гонится за просветлением, расслабьтесь немного и просто будьте вовлечены в то, что делаете, что бы это ни было. Жизнь будет разворачиваться замечательным образом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...